Тоса-Ину – мощный молос для охраны Мало кто знает, что в Японии есть целая провинция для разведения бойцовых собак. На местном наречии она именуется как Тоса. Но вот сами-то четвероногие родом из Японии. Однако далеко не каждый житель страны имел счастье познакомиться с этими красавцами. Итак, Тоса-Ину – это настоящий молос, а значит умеет принимать самостоятельные решения. Особенно это касается критических ситуаций. Самурайский пес не станет ждать советов от хозяина, а выступит в первом ряду стремительно и бесшумно. Управлять умным, самодостаточным и сильным псом – то еще удовольствие. Дашь слабину и перед тобой появится неуправляемое создание. Уже с трех месяцев бойцовский щенок мнит о себе очень много. И если не ставить его на место, то момент будет безвозвратно утрачен. И о послушании можно будет забыть. У многих сейчас сработали стереотипы – ринг, аскал и нападение. Как бы не так, Тоса-Ину – опытный сумоист, нежели боец. Врага он стремится придавить к земле и обезвредить. Прижать так, чтобы соперник не мог навредить хозяевам. Вот основная цель японских мастифов. Но создатели бесстрашной породы немного перестарались. Тоса-Ину нечувствительны к болевым ощущениям. Пес не покажет, что ему плохо и тяжко, когда его сломит недуг. Промедление с лечением в пару дней, как известно, может обернуться настоящими проблемами. Поэтому владельцам необходимо тщательно осматривать своих подопечных. И в целях профилактики планово водить к ветеринару. Стоит отметить, руководить собой пес позволит только более сильному по духу. Отсюда вывод. Самурайские псы не для новичков. Первые полгода должны быть направлены на то, чтобы доказать животному свою духовную силу. Не вестись на провокации, уверенно стоять на своем и почтительно относиться к собаке. В этом случае Тоса-Ину поймет, что работа с умным и сильным компаньоном принесет уйму результатов. Демонстрировать верность и признательность Тоса-Ину предпочитает действиями. Раболепие, угодливость и подобострастное помахивание хвостом – это не про Тоса-Ину. Обзавестись таким животным – значит обзавестись надежным тылом. В домашних условиях собаку почти не видно. Они не гавкают понапрасну и не проявляют излишней активности. Такого пса заводят в качестве сторожа и охранника. Если вы живете в частном доме, то даже соседи могут не знать, что у вас есть собака. Настолько тихо он себя ведет. Но если кто-то без приглашения и разрешения хозяина нарушит границы частных владений, ему же хуже. Здесь работает два фактора. Территориальный инстинкт накладывается на развитое чувство собственности. Проникновение посторонних станет попросту невозможным. Также хозяева должны знать важную деталь. Самурайские псы искренне ненавидят общение на повышенных тонах. Можно прочитать лекцию о негативных последствиях поступка. Поверьте, Тоса-Ину все поймет. Физические же наказания идентичны предательству. Это нужно учитывать во время дрессуры и социализации. Внешние раздражители для японского мастифа как звезды в небе. Их много, их видно, они есть, но прямого воздействия не оказывают. Ровным счетом, как и на собаку, не оказывают влияние громкая музыка или шумные разговоры, плач детей или звук проезжающего грузовика. Им все параллельно. Даже на гостей пес внешне никак не реагирует, хотя изрядная доля подозрительности в характере имеется. Если вы все же собрались заводить Тоса-Ину, подготовьте приличное пространство. Собаки не терпят ограниченности. Физическая нагрузка должна быть постоянной. Исследование территории регулярным, а круг обзора солидным. В общем, о квартирном содержании стоит сразу позабыть.